Привет, я продавец арбузов Гагик. Помните меня? В прошлом году этот чепушила испортил мои самые сладкие арбузы. Также я продаю дыньки. Я хочу, чтобы он из них сделал вкусный самогон. Иначе я его зарежу. Эй, ты там живой? Иди заводи свою шарманку. Привет, я Саня Кулинич. Ну теперь мне придется сделать хорошо самогон из дыни. Ну, надеюсь, в конце видео, естественно, я вкусно накидаюсь. Гагик мне привез 14 дынь. Это почти 80 килограммов. С помощью этого винтового пресса я буду выжимать сок из дыни. Бункер состоит из тарелки, перфорированного цилиндра и защитного кожуха от брызг выжимаемого сока. Также в комплекте идет мешок, который позволяет получать чистый сок без мякоти. В инструкции указано, что бункер следует промыть содовым раствором и хорошо прополоскать водой. А пресс мне прислал мясский завод бытового оборудования. Ссылочка, естественно, в описании. Так как дыня достаточно мягкая, я подумал, что можно нарезать ее крупно и прессануть. Конечно же, это не так. И перед выжимкой сока все же нужно любое сырье подготовить. Некоторые крупные куски вообще оказались не выжатые. Далее решил нарезать дыню вот так, как режет лук славный дружи обломов. В труху! Мелко нарезанные кусочки сами из себя выжимают сок. Затягиваем нитку на мешке, надеваем полиэтиленовый мешочек на поршень и крутим винт. Сок сначала идет активно и винт легко крутится. Но в самом конце, когда крутить становится очень сложно, нужно секунд на 10 остановиться и потом продолжать. Вот так выглядит почти сухой жмых. Сахаромер АС-3 показал плотность около 11%. И рефрактометр показал тот же результат. Заливаю чистенький сок в ферментер. У меня его получилось около 28 литров. Я взял 34 грамма винных дрожжей Энджел. Разбродил в 33 градусном соке и влил в бродильную емкость. Вот так булькал гидрозатвор через 12 часов. А эта брага бродила через сутки после внесения дрожжей. На третьи сутки гидрозатвор замолк. И я измерил плотность. АС-3 показывает 2%, а рефрактометр 4%. Дал еще постоять сутки и повторил измерения, которые также не дали изменений. Приступаем к перегону браги из дыниевого сока. Заливаю 15 литров браги в 25-литровый куб. Разгоняю на мощности 3,5 кВт. Гоню на аппарате Cool Steel Estet от того же МЗБО. И добавил внизу диоптер для визуализации пенообразования. На 94 градусах в кубе пошел самогон. Это и понятно. Брага на чистом дыневом соке не должна была набродить более 5 градусов крепости. И так как в кубе залито 60% объема, пена даже не залетает в диоптер. А пена была. Выжил я из всей браги 5,5 литров 23-градусного ароматного спирта сырца. Ну, приступаю к дробной перегонке самогона из дыни. Весь спирт-сырец в кубе. Нагрев на полной мощности. Дефлегматором сегодня выступает холодильник, поднятый наверх. Вода подается сначала в доохладитель, а из него идет в холодильник. Таким образом, при отборе тела доохладитель будет нормально справляться. После 70 градусов в кубе подаю воду. Кран на верхнем узле отбора закрыт. Снижаю нагрев до 1200 ватт. И вот на верхнем термометре установилась какая-то температура. И я даю аппарату поработать на себя полчаса. Через полчаса немного открываю кран на узле отбора. И начинают капать головы. Голов всего лишь 130 граммов. Ну и вполне можно их отбирать в течение часа. После отбора голов температура наверху 73,2 градуса. Вот ее и буду придерживаться. Приоткрываю кран и настраиваю скорость примерно литр в час. И все просто. Если температура начинает расти, я уменьшаю скорость отбора. Таким образом, я отобрал 1 литр 93 градусного самогона из дыни. Стоп, 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 стоп. Прекратите кидаться в меня тапками. Сейчас я во время дегустации вам объясню, почему я допустил такую высокую спиртуозность. Ну-с, приступим к дегустации. А после разбавления до 40 градусов самогона из дыни у меня получилось 2,3 литра. Да, 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 да. Вот мне кажется, что... Да, дынька. Определенно пахнет дынечкой. Ну, конечно, но не прям как свежая дыня, это понятное дело. Но запах такой приятный. То есть нету такой фигни, как от арбузов. Ни в коем случае нету такой. Вот. Такой приятный, приятный аромат. Ну, давайте за дыньки. Ой, какой он мягкий. Какой он мягкий. Ну, просто-просто мягенький. И вот фруктовый-фруктовый вкус именно, послевкусие. Я бы не сказал, что прям реально настоящая дыня. Ну, а это все потому, что я люблю, чтобы вот этот вкус был слабый. Не навязчивый. Чтобы не было вот этой приторности в крепком алкоголе. Вообще вкусы это зло. Как правило, они надоедают быстро. Бывает такое, что этот вкус, наоборот, неприятен. То есть есть самогоны такие, что, ну, тот же арбузный, да, самогон. Он, видимо, такой есть. Это был не кислый самогон в моем случае. Потому что через полгода этот самогон можно было пить. То есть не было такого, что прям выпил и отврат. Он был гораздо мягче. То есть это был нормальный, в принципе, самогон. Просто такой продукт арбуз. А дынечка просто, просто меня спасла. Я сделал очередной вкусный самогон. Кстати, сегодня я закусываю домашней пиццей. А эта пицца была приготовлена на канале Вкусняшки. По ссылочке в описании переходите. И там мы показываем, как приготовить эту пиццу. Переходите, подписывайтесь и продолжайте смотреть. Канал Вкусняшки это не просто канал, на котором будут появляться закусоны с моих текущих видео. Это наш семейный канал. То есть там будут появляться мои родители. Мама, папа будут готовить свои какие-то коронные рецепты. Делиться с вами очень-очень вкусными рецептами. Уж поверьте мне, всегда все очень вкусно. И давайте выпьем за родителей. Мягче. Мягче просто я ничего никогда не пробовал. Действительно, очень мягенький. Очень мягенький. В догоночку с дынькой закусить. Дынька, дынька, да. Это лучший, наверное, лучший по вкусу, наверное, как это называется, семейство там, бахчевые, тыквенные, какие. Да, и самогон один из самых вкусных из дыни. И дыня очень-очень вкусная. Напишите в комментариях, кто не любит дыню. Просто интересно, есть ли такие люди. Последнее время я провожу очень часто стримы. И стримов получается больше, чем вообще текущих видео. Это связано с тем, что я ужасно-ужасно дико ленивая задница. Но я на пути исправления, поэтому, естественно, я буду стараться выпускать как можно больше роликов. Но вы тоже должны прекрасно понимать, что производство моих видеороликов, оно достаточно сложное. И, как правило, бывает лень обусловлена не даже не ленью, именно просто, что я не хочу что-то делать, а страхом перед тем, как вот сесть за компьютер и начать монтировать уже отснятый материал. Потому что, как правило, я настолько задираю себе высокую планку, которую, да, нужно все-таки выполнять. И ее иной раз достаточно страшно выполнять. Ну и к тому же, как любое творчество, тут должно быть вдохновение. Потому что только с очень хорошим настроением, вдохновением, видеоролик получается на ура. И хочу выразить благодарность всем подписчикам, кто приходит на мои стримы, кто не остается в стороне и донатит средства на поездку в Санкт-Петербург, на бухлишко-патруль. Естественно, множество людей появляется с критикой. И хочу вам сразу сказать, я вам, может быть, и не отвечаю, но конструктивную критику я мотаю на ус. Так что, хочу сказать вам огромное спасибо, что вы смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. За вас, мои любимые подписчики. Замечательно. Вот сижу и жду, когда самогон из дыньки усвоится. И вот в момент усвояемости есть такие моменты, как отрыжка, если вы знаете. То вот во время отрыжки я вот скажу, что, вот честно скажу, что как-то не очень привкус. И вот к чему все это дело. Вот, возможно, если бы вкус был бы более усилен, то есть за счет того, что был бы ниже градус, или я, например, каких-то ароматных хвостов бы взял, то, скорее всего, бы этот самогон не был бы таким мягким. Потому что все-таки, вот, такое, такое последствие усвояемости самогона происходит, ну, как-то вот не очень приятно. Вообще пьется отлично. Это однозначно. Я даже просто в шоке, почему так. Но вот, вот эти вот наблюдения, конкретно вот такие вот, позволили вот разобраться немного в нем. То есть, да, однозначно это вкусный самогон, но я думаю, что такой самогон тоже прям пить его очень много, его не получится, потому что все-таки, ну, 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 это и дорого, такой самогон пить в больших количествах. В большом количестве попробуй нагонить, сколько дынь-то надо грохнуть. Вот, а обрабатывать их тоже все-таки, не так-то просто, как мне казалось. Кстати, вот, пробуя колхозницу, да, на закусь, я чувствую, что она сладкая и очень-очень такая прям плотная. То есть, с ней было бы гораздо труднее с прессом. А вот дынька торпеда, она, когда очень спелая, она очень сочная, с нее течет просто, вот просто сама течет. Конкретная, очень мягкая она идет. Вот, хорошо, что не взял колхозницу. Ну, естественно, цена в моем регионе на колхозницу оказалась в два раза дороже. Ну, давайте за хорошие эксперименты, за удачные эксперименты, как всегда, это такой частый тост на моем канале. Давайте за эксперименты. Вот интересный вкус получился у самогона из дыни. Мне интересно всегда разбираться во вкусах этих необычных самогонов. Ну, где же, где же ты попробуешь что-то подобное? Тем более, понятное дело, что вот они, вот они наши руки, наши аппараты. Мы можем, мы можем многое. Да, этот самогон можно и не закусывать. То есть, он достаточно самобытный. То есть, взять просто так в охоточку, выпить рюмочки три, просто без закуси, просто, просто, не знаю, чтобы, чтобы немножечко, немножко расслабиться там, может быть, перед сном, может быть, как снотворное кто-то использует. Не знаю, на меня алкоголь как снотворное не действует в малых количествах. Ну, вот, вот, вот такая вот, вот такая ситуация у нас с самогоном из дыни. Хочу поблагодарить мясский завод бытового оборудования за предоставленные девайзы. Подписываемся на наш новый кулинарный канал Вкусняшки. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, на группу ВКонтакте, Инстаграм. Все необходимые ссылочки вы, естественно, найдете в описании. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!